Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем ряд встреч, посвященных десяти заповедям Закона Божьего. Я, ведущий радиотелецентра «Голос надежды» Сергей Кузьмин, сегодня с вами и аудитория студентов Заокского Духовного Университета. Тема сегодняшней встречи – вторая заповедь. Мы с вами уже кратко сделали обзор всех десяти заповедей, поговорили более подробно о первой заповеди, и сегодня наша тема – это вторая заповедь Закона Божьего. Я хочу, чтобы вы сегодня вместе со мной имели возможность открыть Библию, 20-я глава книги «Исход», и мы прочитаем первую и вторую заповеди. «Исход» с первого стиха, 20-я глава. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». «Первая заповедь является основанием закона Божьего, и остальные заповеди, они логически вытекают из первой заповеди, так как если у человека будет Господь центром его жизни, то тогда, как следствие этого, в его жизни не будет кумиров». Это естественно, потому что тогда человек будет поклоняться только тому Господу, который является руководителем его жизни. И вторая заповедь является логичным продолжением первой заповеди, когда Господь говорит, «Если я Бог твой, то ты уже не будешь делать изображений для того, чтобы преклоняться перед ними». Сегодня мы часто слышим упреки в адрес христиан, которые издают христианские книжки с изображениями Иисуса Христа, «Ангелов событий библейской истории», и говорят, «Но ведь это же тоже изображение». И хочу обратить ваше внимание, что есть большая разница. Вторая заповедь говорит, «Не делай изображений с определенной целью», потому что Господь здесь четко определяет, не поклоняйся им и не служи им. Одно дело использовать символы, которые могут направить мысль человека в определенное представление о том или ином вероучении, как, например, крест, который часто мы видим нанесенным на обложку священного писания. И тогда человек, который видит книгу, которая похожа на все остальные книги, но видит символ, который нанесен на этой книге, он сразу относит сознание человека к священному писанию. Но другое дело, если человек делает изображение с целью ему поклоняться вместо живого Бога. Вот это как раз и запрещает вторая заповедь. И библейский комментарий нам говорит, эта заповедь не запрещает использование скульптуры и живописи в религиозных целях. Все это, например, использовалось при строительстве храма Соломона, и Господь не возбранял. Но вновь хочу подчеркнуть, дорогие друзья, Господь прямо говорит, если Он Господь и Бог нашей жизни, то тогда мы не должны делать других изображений кумиров и поклоняться служа им. Почему Господь требует именно этого? Потому что любое изображение Творца с целью поклоняться Ему принижает достоинство и величие того, кто обитает в неприступном свете. И дальше, вы посмотрите, как интересно Господь разворачивает эту картину взаимоотношений, сравнивая взаимоотношения человека верующего с Богом со взаимоотношениями, которые очень хорошо нам знакомы, как семейные взаимоотношения. Потому что Господь говорит, если ты будешь поклоняться изображениям, то тогда я возревную. И в заповеди прямо Господь говорит, я Бог ревнитель. К чему же ревнует Господь? Мы можем представить себе взаимоотношения между мужем и женой. Когда возникает ревность между ними? Когда один из них становится неверным другому, не так ли? И тогда обиженная сторона начинает ревновать. Как же так? Ведь мы любим друг друга, а сейчас ты отворачиваешь свое лицо от меня и поворачиваешься к другому. Вот точно так же и когда верующий человек начинает поворачивать свой взор от Бога и поклоняться изображениям, своим кумирам, какими бы они ни были и какие бы формы они ни принимали, то тогда Бог ревнует. И заповедь прямо говорит о том, что Господь начинает переживать, если человек поклоняется кому-то другому, создает себе кумиров или делает какие-либо изображения с тем, чтобы служить им. Очень хорошо об этом говорится в Ветхом Завете у пророков. Текст пророка Осии, 8 глава и стих 6. Здесь говорится у пророка Отельце в Самарийском. И смотрите, как пророк Осия осуждает идолопоклонство, которое запрещается второй заповедью. «Художник сделал его, и потому он не Бог, в куски обратится телец Самарийский». Пророк Исаия продолжает эту же тему. Давайте откроем 40 главу книги пророка Исаии и стих 18. И здесь мы видим, как слова Господни, изреченные через пророка, вновь возвращают нас ко второй заповеди закона Божьего. Итак, с 18 по 22 стих. «Кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает не гниющее дерево, а приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. «Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? И разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть Тот, Который восседает над кругом земли и живущие на ней, как саранча перед Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья». Величие Бога представлено в словах пророка во всей своей возвышенной красоте. И Господь не позволяет своему творению принижать это величие до земного уровня. Об этом и говорит пророк Исаия. Потому что Бог желает обратить взор человека на того, кто несравненно выше и превосходит его. Если мы с вами посмотрим, как в эпоху Нового Завета проявляется Вторая Заповедь, то, наверное, одним из самых лучших примеров для нас может послужить разговор Иисуса Христа с самарянкой, когда он остановился у колодца и возжаждал. «Апостолы ушли в близлежащий город для того, чтобы достать пищи. Иисус остался один, был жаркий зной. И приходит женщина из близлежащего самарийского селения для того, чтобы взять воды». И в четвертой главе Евангелия от Иоанна евангелист повествует разговор, который произошел между этой женщиной. Самаряне были соседями иудеев, но они друг с другом не сообщались, потому что у них были взаимоотношения, которые исключали всякое общение, даже номинальное, между людьми. И Христос разрушает эту грань, этот барьер, и Он просит у нее напиться воды. Интересно, что она удивилась этому вопросу и просьбе Христа и говорит, как ты, будучи иудей, просишь у меня, самарянки, воды напиться? И тогда Спаситель переводит разговор в духовную плоскость. И мы читаем с 10 стиха, 4 главы Евангелия от Иоанна, следующие слова Христа. «Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, ты сама бы просила у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Дальше идет интересный разговор между этой женщиной и Христом. Христос открывает ей историю ее жизни. Она признает его за пророка, говорит, вижу, что ты пророк. И она понимает, что она говорит с особым человеком. Но она на что обращает его внимание? Давайте посмотрим. 19 стих и далее. Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». И посмотрите, что отвечает ей Иисус. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». И вот сейчас, смотрите. Будьте очень внимательны. Что говорит ей Христос, как основополагающий принцип поклонения невидимому Богу, Творцу Всего Сущего? Стих 23. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников ищет себе Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Вот он, главный принцип. Почему нельзя делать никаких изображений здесь, на земле? Потому что взаимоотношения человека с Богом должны происходить в духовной сфере, а не в материальной. И Христос прямо сказал Самарянке об этом, когда Он ей указал на тех идолов, которые были на этой горе, и говорит, «Вы не знаете, чему кланяетесь, потому что Бог есть Дух, и поклоняться Ему должно в духе и истине». Для чего дана вторая заповедь? «Не сотвори себе кумира». Бог желает освободить нас от рабства греха. Бог желает освободить нас от зависимости, от которых мы сами освободиться не в состоянии. И сегодня надо признать, что идолы порабощают человека. Существует парадокс в жизни, дорогие друзья. В Библии это определяется таким примером. Апостол Павел говорит в послании Коринфянам, что все мы, взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Но в этом есть закон. Кто на что взирает, тот на то и становится похожим. И когда человек взирает на идола, на своего кумира, то он перенимает черты того, кому он поклоняется. Не так ли? Ведь давайте посмотрим, если мы увидим сегодня, как молодые люди желают походить на своих кумиров эстрады, например. Что они делают? Они стараются одеваться точно так же, как одевается их кумир. Так ведь? Они стараются вести себя точно так же, как их кумир. Стараются употреблять те же слова и выражения. А другими словами, они преображаются в того, на кого они желают быть похожими. И если человек сделал себе идола, и как мы читали это у пророка Исаии, если он его поставит крепко, искусный художник его сделает благолепным, то тогда человек порабощается этим идолом, и тем самым теряет способность поклоняться живому Богу Творцу. Но Господь, давая вторую заповедь, говорит нам, что Он желает освободить нас от этого идолопоклонства. И я хочу прочитать цитату из книги Патриархии и пророки христианской писательницы Елены Вайт. Вторая заповедь запрещает поклоняться истинному Богу, используя иконы или иные изображения. Многие языческие народы утверждают, что их изображения являются только образами или же символами, посредством которых они поклоняются Божеству. Но Бог объявил такое служение грехом. Попытка изобразить вечного посредством материальных предметов снижает представление человека о Боге. Разум, отвлеченный от безграничного совершенства иеговы, больше будет прикован к творению, нежели к Творцу. И поскольку понятия человека будут занижены, то и сам человек начнет деградировать. Давайте посмотрим на историю человеческих цивилизаций. Это подтверждает то, о чем я только что вам прочитал. Все цивилизации, которые канули в лету человеческой истории, деградировали по причине идолопоклонства. У них не было развития. У них не было внутренних энергий, которые бы способствовали процветанию и продолжению жизни этих цивилизаций. Если мы посмотрим на цивилизации древних инков, которые населяли Латинскую Америку, сегодня мы только имеем слабые вещественные памятники, напоминающие о былом величии, о расцвете некогда могущественной империи, которая простиралась на тысячи и тысячи километров, и которая включала в себя миллионы людей. Но они были идолопоклонниками, и отвратительные человеческие жертвы, они переполнили чашу терпения Господня. И Господь сегодня говорит нам о том, чтобы нас не постигла та же участь, которая и постигла их. Они полностью деградировали и исчезли с лица земли. Почему? Потому что вторая заповедь говорит, не делай себе кумира, не поклоняйся и не служи им, ибо я Бог, Бог ревнитель. Но а что же в христианской истории? Было ли все гладко в отношении второй заповеди? И здесь мы тоже видим, что люди во многом пренебрегли этой заповедью, идя вслед за идолами. Примерно до IV века в христианстве было чистое поклонение в соответствии со словами, которые Христос тогда сказал самарянке. Бог есть дух, и поклоняться Богу должно в духе и истине. Когда я посещал катакомбы первых христиан, которые были похоронены в Риме, то я видел, что на протяжении II, III, IV века хоронили христиан очень просто. И никаких изображений, кроме изображения пастыря, который несет на руках овечку, которая указывала на Христа, кроме голубя, который держит масличную ветвь, кроме рыбы, как символ христианства, ничего не было. Была простота поклонения Богу, потому что все строилось на духовной основе. Бог есть дух. Но потом, со времен императора Константина, с IV века, когда христианство становится официальной государственной религией Римской империи и начинает завоевывать все больше и больше языческие и варварские народы, то эти народы привнесли в христианство привычные для них поклонения изображения. И изображения начинают вводиться в богослужебную практику все больше и больше. Придумываются легенды, что сами апостолы делали изображения, изображали Христа, Богородицу на иконах, и тем самым они уже тогда имели в практике поклонения изображения. Дальше больше начинает разворачиваться борьба в церкви за то, принимать ли иконы изображения или же их исключить, пометуя о второй заповеди закона Божьего, запрещающей делать изображения с целью поклоняться им и служить им. И в восточной части христианского мира, в Константинополе, разворачивается кровавая борьба, эпоха иконоборчества, которая начинается с восьмого и длится больше 150 лет до середины десятого века. Византийский император Лев Третий Исавр оказывал противодействие иконопочитанию, возможно потому, что его политические враги иудеи и мусульмане обвиняли его в том, что он царствует в империи идолопоклонников и он запрещает поклонение иконам. Папа Григорий II в Риме высмеял императора и созвал два синода, которые осудили Льва и Савра за борьбу с иконами. Но сын императора Константин V продолжил непримиримую борьбу против икон, начатую его отцом. Это очень трагичная и полная кровавых эпизодов история борьбы за то, чтобы иконы не принимались для богослужения в церкви. Я хочу прочитать вам только некоторые даты, чтобы вы увидели динамику напряжения этой борьбы. 730 год после Рождества Христова. Эдикт против икон издает император Лев III Исавр. 731 год. Римский собор осуждает иконоборчество. 775 год. Умер сын Льва III Константин Капроним и прекращается гонение на иконопочитателей. 777 год. Мать византийского императора Константина Ирина свергает сына и слепляет его, становится единовластной императрицей и начинает восстанавливать иконопочитания. 787 год. Императрица Ирина созывает Седьмой Вселенский собор, на котором были приняты догматы, устанавливающие почитание икон. 815 год. По смерти константинопольского патриарха Никифора собор в Константинополе возобновляет официальное поклонение иконам. И лишь только в 842 году, после воцарения императрицы Феодоры, гонения против почитателей икон прекратились окончательно. Прошло 9 веков со времени, когда Христос ходил, совершая служение здесь на земле, проповедуя Евангелие Царства. И за это время люди забыли о Второй Заповеди, о которой сегодня также многие имеют очень далекое представление. Но я хочу в конце темы, посвященной Второй Заповеди, сказать нечто очень важное, дорогие друзья. В каждой церкви у Господа есть те, кто любят Христа и готовы отдать за Него свою жизнь. Не их вина, что они восприняли ту или иную форму поклонения Богу через традицию, через научение родителей, через привычное для них богослужение. Но мы должны помнить тот стих, который открывает нам волю Божью в отношении Его народа, который сегодня находится в разных христианских церквах и люди живут в соответствии с тем светом, который им до времени Бог открыл. Но у Господа есть желание открыть больший свет для того, чтобы человек был духовно просвещен в соответствии со Словом Божьим. И в 18 главе книги Откровения есть стих, который нам проливает свет на эту ситуацию. И смотрите, 4 стих нам говорит, «И услышал я иной голос с неба говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Говорится о христианской церкви, которая пренебрегать будет заповедями Божьими в последнее время. Но Господь не попустит, чтобы искренние души и искренние сердца находились во тьме. Он желает их вывести к большему свету. И, видя их благочестие, видя их искренность и горячее желание быть ближе к Богу и познать истину, Он выведет их на истинный путь. И тогда полнота истины для таких людей будет восстановлена. Итак, вторая заповедь. Не сотвори себе кумира, не делай никакого изображения, не поклоняйся Ему и не служи Ему. Только невидимый единый Бог достоин поклонения Ему слава во веки веков. Аминь. Во все времена Псалтырь считался и считается сердцем Библии. В нем отражено общение человека с Богом и ответы Создателя на людские молитвы. Все это прекрасно передал в своих псалмах израильский царь и поэт Давид. В них звучат хвала Творцу, радость от полученного спасения, упование на небесное могущество и помощь. Дорогие друзья, мы хотим подарить вам эту замечательную книгу в современном русском переводе, выполненном Институтом перевода Библии в Заокском, под руководством доктора богословия Михаила Петровича Кулакова. Ждем вашей заявки на эту книгу. Наш адрес 127 473 Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос надежды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова